Всем привет! Тема сегодняшнего видео очень интересная и история просто огонь, поэтому досмотрите видео полностью. Наглая женщина, которая перепутала меня с сотрудником, получила по заслугам. И да, кстати, если тебе не трудно, подпишись на канал и поставь лайк под видео. Эта история произошла со мной в прошлом году. Итак, я был свободен от работы в течение нескольких недель. У меня была операция, и я находился на реабилитации некоторое время. Когда я почти восстановился, мне стало очень скучно сидеть в заперти дома всё время, поэтому я решил навестить своего друга, назовём его Тим. Он работает в большом магазине различных скобяных изделий и товаров для садоводства. Почти каждый австралийца знает это место, потому что это единственный такой большой чёртов магазин в стране. У сотрудников там довольно своеобразная униформа, состоящая из синих джинсов, ботинок со стальными носками и красной рубашкой пола, выпущенной их компанией. В Австралии только начиналась весна в тот момент, так что я вполне довольный погодой просто надел брюки и рубашку. Рубашку, которую я надел, тёмно-бордовая, так что она кардинально отличалась от ярко-красных рубашек, которые носят сотрудники. Я вхожу в магазин и некоторое время блуждаю, пытаясь найти Тима. Я замечаю его разговаривающего с клиентом. Он видит меня и говорит, «Привет, сэр, я сейчас закончу беседу с этим клиентом, а потом приду вам помочь». Он сказал так, чтобы клиент не заподозрил, что я его друг. У них такая политика, что на работе решаются только рабочие моменты. Я понял его слова и поэтому направился в заднюю часть магазина и начал рассматривать некоторые наборы розеток, обсуждая с рядом стоящим клиентом будущую якобы покупку. Одним словом, просто убивал время, пока ждал Тима. Затем я слышу резкое «Хм!» из-за моей спины. Я обернулся и увидел женщину лет 50 с небольшим, в футболке, шортах и с руками на бедрах. Она смотрела прямо на меня с таким взглядом, как будто я мешаю ей пройти, а она стоит там уже полчаса. Думая, что она хочет взять что-то со стеллажа, перед которым я стою, я говорю, «Ой, извините, если помешал». И отступаю в сторону. Она просто смотрит на меня секунду, а потом говорит, «Ты что, глупый или притворяешься? Мне нужно три мешка мульчи, и я хочу, чтобы ты их отнес в мою машину. И давай поживее, я тороплюсь». Мульчи, для тех, кто не знает, это специальное удобрение для почвы. Инстинктивно я просто говорю, «Извините, я что-то не понял». И она сразу же испускает этот недовольный вздох и кричит, «Ты что, оглох, что ли? Я сказала, что мне нужно три мешка мульчи, и быстро отнеси их в мою машину, а я тебя провожу, а то ты заблудишься еще по дороге». И вот тут я понимаю, черт возьми, она думает, что я здесь работаю, и клянусь, я должен был зажечься, как рождественская елка, потому что я всегда, всегда хотел, чтобы что-то подобное произошло со мной. Особенно, если такие люди ведут себя как грубое ничтожество, и у меня есть шанс оторваться по полной программе за такое хамское отношение. Поэтому я говорю, «Хорошо, во-первых, мисс, секция садоводства находится прямо в другом конце склада, так что я не знаю, какую помощь вы ожидаете получить здесь». Ее рот медленно закрывается, и у меня в голове проигрывает звук завершения работы Windows. Пару секунд она была в недоумении, видимо, началась перезагрузка, но затем снова говорит, «Я хочу, чтобы ты сделал свою гребаную работу и принес мне три мешка мульчи». В этот момент я вспомнил все подобные истории и наглое отношение к сотрудникам, свидетелем которых я был прежде, но ничего не мог сделать, так как меня это не касалось. Но тут я был в центре событий. Я отвечаю, «Послушайте, вы можете многое рассказать о человеке по тому, как он общается с персоналом, когда идет за покупками». Например, из этого взаимодействия ясно, что вы разъяренная, наглая и невоспитанная в детстве женщина, которая считает, что может обращаться с людьми как с рабами. Кроме того, политика именно этой компании заключается в том, что тут не терпят придурков, которые оскорбляют сотрудников, поэтому я боюсь, что мне придется попросить вас уйти. Эта дама издает громкий звук, похожий на рой разъяренных ос в блендере, и практически шипит на меня. «Кто ты, черт возьми, такой? Ты не имеешь права так разговаривать с клиентом. Быстро отведи меня к вашему менеджеру прямо сейчас. Я тебе такое сейчас устрою, что ты пять раз потом пожалеешь, что связался со мной. Хамло!» Я спокойно отвечаю. У меня нет времени на эту чепуху. Я занят. Почему бы тебе не прогуляться самой и не найти управляющего? А потом вы вместе придете сюда. Женщина пристально смотрит на меня в течение нескольких секунд, и я честно думал, что она попытается ударить меня или что-то в этом роде. А затем она разворачивается и вылетает из прохода. Тут я начинаю размышлять о моих дальнейших действиях. Через минуту мой друг находит меня в проходе и говорит. «Эй, парень, что у вас случилось?» Я, пытаясь сдержать смех, объясняю Тиму, что только что произошло, слово в слово, и говорю, что женщина пошла за менеджером, так что тебе, наверное, лучше уйти, чтобы не попасть в это дело. А Тим говорит. «Черт возьми, нет, мне нужно это увидеть. Я остаюсь здесь. Почти уверен, что Дэйв сегодня менеджер. А он у нас почти легенда и мастер в таких скандалах. Держу пари, наглая покупательница будет полностью уничтожена». Через пару минут из-за угла появляется та женщина с ехидной улыбкой на лице и с Дэйвом. Когда она идет по проходу, то показывает на меня и говорит. «Вот это ваше чудо. Это тот, кто был груб со мной». Итак, Дэйв поворачивается к моему другу и говорит. «Эта клиентка утверждает, что ты нагрубил ей, обзывал по-всякому и так далее. Это правда?» Тут женщина встревает и говорит. «Нет-нет, только не он. На него мне плевать. Я про этого сотрудника имела в виду». И показывает на меня пальцем. А Дэйв просто останавливается и смотрит на меня целых пять секунд. На его лице было видно замешательство, и он просто говорит. «Он здесь не работает». «Что за чушь собачья? Он же одет в униформу!» А я, Дэйв и Тим просто смотрим друг на друга. Они в своих синих джинсах и ярко-красных рубашках, и я в своих коричневых чиносах и темно-бордовом топе. Я почти разражаюсь смехом, но терплю. А женщина сердито смотрит на нас. Дэйв говорит. «Я уверяю вас, он здесь не работает». «Не врите мне! Тогда почему он в форме, черт возьми?» Тут в разговор, еле сдерживая смех, вмешиваюсь я. Кстати, сейчас есть очень простой тест на выявление дальтонизма. «Ваш окулист должен быть в курсе». «Да пошел ты, знаешь куда? Я прекрасно вижу!» Говорит женщина и обращается к менеджеру. «Что вы молчите? Неужели вы позволите ему так со мной разговаривать?» «Я же сказал вам, что он не сотрудник, и я не вправе говорить ему, что делать и как разговаривать». «Да это просто смешно. Ты просто пытаешься прикрыть его, чтобы не делать никакой бумажной волокиты». «Мэм, мне действительно жаль, что он был груб с вами, но он не сотрудник». Тем временем Тим отступает, потому что у него грыжа, и пытается не смеяться. Женщина приходит в бешенство и неуклюже подбегает к нему, толкает его и визжит на весь отдел. «Да пошли вы все! Не смейтесь надо мной! Я вас, я вас всех уволю! Я позвоню в ваш главный офис и расскажу им о том, как позорно со мной обошлись!» «Конечно позвоните, обязательно расскажите им, как вы толкнули меня и оскорбляли другого клиента. Но, пожалуйста, сделайте это снаружи магазина». Сказал Дэйв, а Тим добавил. «Да, это политика компании, не терпеть подобных клиентов, которые оскорбляют персонал. Поэтому мы должны попросить вас уйти». Женщина краснеет еще больше, буквально топает ногой и что-то неразборчиво кричит, поворачивается и топает прочь. Наступает тишина. А потом Дэйв просто спрашивает, «Что это было, черт возьми?» «Почти уверен, что Тим чуть не обмочился от смеха. Я объяснил Дэйву о своих предыдущих контактах с такими отвратительными людьми и о том, что я действительно сам спровоцировал ее, но она буквально унизила меня так, что она это заслужила». Как бы то ни было, Дэйв немного беспокоился, что она на самом деле позвонит в главный офис. Но опять же, он был с ней исключительно вежлив. И Тим даже почти не общался с ней. Так что на самом деле, ее единственная жалоба, которую она может подать, это то, что кто-то, кого она считала сотрудником, был груб с ней. Но это будет еще более глупым поступком с ее стороны. Я извинился перед Дэйвом за любые неудобства, которые, возможно, доставил ему. А он, улыбаясь, попросил меня больше не носить в их магазине рубашки, которые даже отдаленно напоминали красный цвет. Понравилась история? Тогда ты знаешь, что делать, чтобы поблагодарить меня. А я, в свою очередь, благодарен тебе за просмотр. С вами был Саша Бодряк. Всем удачи, хорошего настроения, пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»!